Рава Малик в своем книге Муатта передает Одна Расуль Аллахи, салаллаху алейху салам, قال, посланник Аллаху, салаллаху алейху салам, сказал, Аллаху ма ла таджа аль-кабри, и вассалам юрбад, о Аллах, не делай мою могилу идолам, которым поклоняется. Сегодня мы часто слышим от суфи, что идолом может быть только лишь истукан. или крест, или вот эти фигурки какие-то, которые поклонялись раньше. То есть, личность какая-то не может быть идолом, как они говорят, или могила не может быть идолом, и так далее. Это ответ этим людям. Посланник Аллаху, салаллаху алейху салам, просил Аллаху, чтобы он не сделал из его могилы идола, которому поклоняются. Все, чему поклоняется во время Аллаха, это есть идол. Это есть бложное божество. И втаддавал Аллахи аля омин, и тахаду по бурану и втаду по бурану. Дальше Посланник Аллаху, салаллаху алейху салам, говорит, что Аллах сильно раздневался на тех, которые взяли могилы своих пророков в мечети. Посланник Аллаху, салаллаху алейху салам, знал, когда и по какой причине могила может стать идолом. Когда? Когда над ней построят мечеть. Или когда люди будут поклоняться рядом с этой могилой. Да, если они поклоняются Аллаху. То есть это первые шаги к тому, чтобы превратить могилу в идол. Так и случилось с этими учеными шейхами. Они сначала поклонялись возле их могил, а потом провели свет, написали, картинки поставили, построили маузолей и начали им поклоняться. И эти могилы сегодня превратились в идол. Также любое существо или же любой предмет может стать идолом, если ему поклоняются, кроме Аллаха. То есть эта глава охватывает два момента. То есть первое, что... То есть эта глава ответ судьям, которые утверждают, что идолы ограничиваются на иконках, и так далее. Мухаммад Набир Ахаб привел доводы на то, что он тоже может быть идолом. Вот, и на этот вопрос из Испании с Испании, который говорит на Айя на сайте, что здесь говорит, аффараетему латта и лузла, разводя на индивиду латта и лузла. Како-лятт и лузла... Это идол, правильно? То есть он летел или там строил место, где пьют воду. Как это пошло в одном привале? То есть этот человек умер. То есть Акав и другие люди оставались на его могиле, постоянно сидели вокруг этой могилы. Для чего? Для того, чтобы получить барак. Первые шаги – предменность. Когда сказал Абдул-Джауза им. Аббас. Когда я люблю своего хаджи, то есть он это все делал для тех, которые приходили на хаджи. Когда он умер, и когда люди начали поклоняться этой могиле, этому человеку-праведнику. Аллах назовывает идолом. Мы знаем, что ураиш поклонялись Аллах-праведником. Что такое лад? Это всего лишь истукан. Это могила. Это могила праведника. Аллах назовывает его идолом. Поэтому мы говорим, что если сегодня к какому-либо могиле или праведнику поклоняться, то он и есть идол. Вот он. Так же если это живое существо, я довольна тем, что ему поклоняться, это он. Р罗. Владимир. Аббас. Расулы Аллахи. Посланник Аллаха сказал, что иерат-эль-Хуруруру, то есть женщина, которая посещает могилу. Ученые говорят, что основе женщин разрешается посвящать могилу. Этот хадис, они объясняют, что имеется в виду те, которые часто посвящаются. И те, которые построили на них мечети и зажгли огни. А сегодня это лампочки. Посланник Аллаху проклял женщин, которые часто посвящают могилу. Так же тех, которые построили на могилах мечети. Так же тех, которые провели электричество и свет. Лучше сказать, свет. Разница на этом? Все, что освящает. Почему? Потому что это выделяет могилу. Посланник Аллаху проклял женщин. Посланник Аллаху проклял женщин. То есть, первая глава, которую мы прошли. Прочитаете три главы, мы поймем чуждо ислам. Правильно? То есть, сегодня, посмотрите. Причина того, что люди отклонились от ислама. Испали в ширп. Это чрезмерность относительно праведников. Второе. Угрозы. Или порицания посланника Аллаху. Тем, которые поклоняются рядом с могилой. Рядом с могилой праведника. А что говорит о тех, которые поклоняются этой могиле и мертвым. И третья глава. То, что вот эта чрезмерность относительно могил праведников превращает его идол. И на самом деле, все это произошло, и все это есть у нас в обществе. И мало кто понимает, что такое действительно ислам. И что такое сунна. Что такое ширк. И что такое беда. Мы это видим. Поочим. Потому что мы живем в этом обществе. Третий раз по всему. И мы должны чувствовать чуждость ислама. Тот, кто понимает Куран. То есть тот, кто понимает Аллахей. Тот, кто понимает Сумму. Чувствует на себе чуждость. Когда все вокруг тебя поклоняются не Аллаху. А ты поклоняешься одному Аллаху. Ты будешь чувствовать эту чуждость. А если человек не понимает разницы между теми, что делают могилопоконники. И между ими обольниками. Конечно, он не будет чувствовать чуждость. Так это многие говорят, что мы сегодня не чувствуем чуждо. В чем причина? В том, что ты не знаешь ислам. В том, что ты не знаешь талахид и сунну. Баста Николая. Да, можно говорить, что мы не чувствуем чуждость. Находясь в исламском обществе. Где Куран, и сунна, и талахид. Выше. Других. И так далее. Там мы можем сказать, что мы не чувствуем чуждость. Потому что общество на таких же убеждениях, на которых мы. На исламе, на талахиде, на сунне. Находясь в таком обществе, в котором мы сегодня находимся. И говорит, что мы не чувствуем чуждость. Значит, проблема в тебе самом. Потому что не знаешь талахид, не можешь отличить многобожье от единобожья. Вот что проблема некоторых браков, которые жалуются на то, что они не чувствуют чуждость. И они чувствуют чуждость из-за их неправильных убеждений. Как хизбу тахрир. Их гоняют везде. И они говорят, что мы чужды. Вы чужды, да. Потому что вы ахлю битана. И Аллах унизил вас из-за того, что вы оставили сыну посланника Аллаха. Вот почему вы чувствуете чуждость. То есть, домашнее задание все-таки вы должны его сделать. То есть, то, что я заметил здесь на листоках, оболшебное ответы, которого нет примеров. То есть, нам что нужно? Нам нужно три распространенные виды чрезмерности общества, в которых мы живем. Три распространенные общества. Не надо писать широк, как мы уже объясним. Также не надо писать вида и так далее. Дайте какое-нибудь... Если вы поняли эту тему, вы должны правильно привести пример на то, что... То есть, на домашнее задание. Правильный пример. То есть, вот личность, определенная личность, ученый-человек. Человек подходит к нему и целовит ему руку. Что скажет? Это что, не надо перенять? Руку поднимайте. Руку поднимайте. Руку поднимайте. Он много, не согласовывает меня со мной. Кто-то от хочет, кто удерживает со мной. Важу? Кто? Ты согласен с ним? Я согласен с ними? Ты с ним согласен? Я согласен. может быть может быть чрезмерности они целуются к намерением барака пока некоторые люди целую руку правильника что они они после того как поцелуют и целуют себя целуют детей свою жену и так далее для того чтобы передать на барак также вы часто видели когда их устало передать им конфеты они хранят его долгие годы за чего то есть убеждение что у него есть барак это убеждение людей на самом деле есть а если человек целует руку своего отца своей маг или ученого или своего ребенка то в этом нет никакого зацепа в этом нет никакого зацепа это один из видов проявления уважения поняли что я хочу вот такие примеры которые есть реальность не нужно сочинять только то что есть разница любое то есть выводящие или не выводящие главное чтобы это был вид чрезмерности это может быть может быть может не я но не пиши что это просто беда привели вот этот пример само действие или само убеждение не обязательно какое его действие да или слово можно убеждение вот пример важны некоторые убеждения что этот мир создан ради него ради пророка мухаммада если бы не было его то это он мир аллах не создавал в этот мир теория же что Аллах сказал Аллах создали все это и что у него не было тени и так далее это тоже размерность относительно личность и это появляется в чем убеждение убеждение и на славу а вот могилу не ухаживают а ухаживают там они вам они не ухаживают а ухаживают ну а если ты как бы не выделяешь эту могилу то некоторые вот у нас только к сожалению видели мы заборку строили вокруг маленький заборчик этого не ухаживают а если например вначале видишь вот это да 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 вот так что у вас строят траву и так далее проблем нет главное нельзя строить на двуму ничего нельзя использовать гипс как поставить аллах и так далее писать имена или ставить там большие как минареты и хамни ставят и так далее вот это я не ученый а джагин который читает лекции никогда не учился никто за него не сказал что он ученый никто ничего за него не сказал можно привести пример но не за кюминанец да горе какой-то который сидит на все это во всем мире понял то есть есть такие люди которые есть человек который никогда нигде не учился не брал шаганское знание это раз есть другой человек я как пример учился год-два максимум что он набрал это арабский язык которым он может отчаться с арабами это и то на бутовом уровне не шаганская фирма есть третий человек который более-менее взял шаганские науки но он еще не сотрел чтобы передавать и так далее вот о ком я говорю эти люди на самом деле говорят это начало когда человек учится он думает что он все подмал и начинает свое мнение всем наверно и открывает сайты открывает лекции открывает видео и так далее и думает там что он живет и что хуже даже начинает давать фаталку не возвращаясь к ученым не возвращаясь к человеку а очень опасный а теперь вопрос важный главный а что это самое опасное не широко то есть слушание на шире может может когда человеку убежал что это истинное когда человеку убежал что это привлекает к вару это червенность относительно на шире изначально есть три на шире они готовили то есть имеют ввиду ввиду которого они были ворота саниковато а те наши на шире которые сегодня распространены это просто нужно закрыть эту систему ага первые червенности на шире ну а вообще все это может быть на шире а может все это любое вида может быть ворота с нами а нет нет р и а но вирус Продолжение следует...